Основы программирования. Что такое программа, что такое управляющая конструкция, что такое циклы, ветвление и так далее, как использовать классы, что это такое, что такое методы, как вообще разбивать программу на классы, как проектировать ваши программы, как правильно писать код, чтобы он понятен другим разработчикам, комментарий и так далее. Все это, что можно отнести к основам программирования. А также Ruby, его синтаксис, как все это делать с помощью Ruby. Основные инструменты Ruby, такие как GEM, GEM, IRB, RSPEC для тестирования ваших Ruby-приложений, а также как сделать так, чтобы ваша программка, которую вы написали или довольно сложное приложение, выглядела именно как программа написана на языке Ruby. То есть некий RubyWay, который заключает в себя как философию разбиения программы на классы и методы, так и наименования переменных и много-много-много чего еще. Основы веб-разработки, HTTP-протокол, HTML-разметка страниц, что такое CSS и немножко, что такое JavaScript, а также основы дизайна. Кроме этого, основные инструменты, которые использует любой разработчик современный, такие как дебаггер, система контроля версий, среда разработки, Ubuntu и облачный сервис Heroku, а также облачный сервис Amazon S3. И, наконец, рельсы, архитектура Rails, философия Rails, MVC, что такое REST, что такое CRAT, как настраивать Rails-приложения, что такое Rails-RB, куда что класть так, чтобы это все было безопасно и не спалить пользовательские данные, как подключать к Rails базы данных, как с помощью Rails отправлять почту, как авторизовать пользователя с помощью GemaDevice, как загружать пользовательские файлы с помощью CarrierWave, а также как тестировать Rails-приложение и как с нуля от идеи постепенно дойти до непосредственно рабочего Rails-приложения. Некоторые из этих вопросов мы освещаем поверхностно, другие на среднем уровне, а некоторые очень глубоко и серьезно. Все это и многое другое знают и умеют все выпускники наших курсов по Ruby on Rails для новичков. Субтитры сделал DimaTorzok